Господа, Антонио здесь. Сегодня я расскажу только об одной вещи, и если вы наденете ее должным образом, вы будете выглядеть очень круто. Вы готовы? Что вы думаете? Один цвет, а какая разница? Это кожаная куртка. Господа, я говорил об этом ранее. Кожа посылает четкие сигналы силы и мужественности. И, друзья, сегодня я расскажу вам три вещи, на которые вам нужно обратить внимание, когда вы собираетесь покупать идеальную кожаную куртку. По цене вы можете найти от 200 долларов до 2000 и выше. И детали, которые я здесь обговариваю, помогут вам, когда вы соберетесь потратить больше пяти, шести сотен или тысяч долларов. И я хочу начать с истории. У меня их две, но одну я придержу для концовки. Я ношу кожаные куртки редко. Когда я ездил на своем мотоцикле в Восточной Айове, это было где-то 20-23 года назад. Вступив в корпус морской пехоты, я поехал в Демойн увидеться с другом. Мы сели поужинать, и внезапно очень привлекательная девушка подошла и оставила свой номер на столе между мной и моим другом. Посмотрела на меня и сказала, «Эй, я свободна целый день. Хотела бы тебя услышать». Я был очень удивлен. Я просто приехал на своем байке, был полностью в коже, и мой друг, который частенько бывал здесь, говорит, что такого никогда не видел. Но я думаю, что большая заслуга принадлежит кожаной куртке. И я расскажу похожую историю в конце этого видео. Но смысл в том, если вы купите правильную кожаную куртку, вы будете отлично выглядеть и шикарно себя чувствовать. В помощь будет статья на Real Men Real Style. Там я изложил намного больше деталей. Почитайте, я расскажу о коже, о разных стилях курток. Кроме того, у меня есть реально крутой купон для вас, для Джей Элли Роха. Я знаю этих ребят около двух лет. На мне их куртка, сделана из овчины. Прекрасная куртка и сидит хорошо. Но у них большой выбор. Я выбрал эту куртку, потому что она для моего телосложения. Выглядит шикарно. Но читайте статью, там много интересного. Первый совет. Убедитесь, что куртка сидит на вас правильно. Преимущественно, вам нужно посмотреть на эти четыре области. Первая – плечи. Наденьте, покрутите, поставьте руки, как будто вы едете на мотоцикле. Должно быть хорошее ощущение. У вас не должно быть стеснений в движениях. Вторая область, которая гарантирует, что у вас достаточно свободы движений – это подмышки. Отведите руку, насколько это возможно. Если ваше движение ограничивается, посмотрите куртку, где эта часть выше. Обычно куртки с низкой посадкой имеют низкие подмышки. То же самое, как со спортивным пиджаком или классическим. Низкие подмышки означают, что подойдут большому количеству людей. Следовательно, лучше продадутся. А высокие подмышки большинству не подходят, и на них цена поднимается. Но они дадут вам большую функциональность, больше свободы, а это то, что вам нужно. Итак, плечи, подмышки. Третья область – грудь. Итак, вам нужно засунуть руку, провести кулак так. Если у вас есть пространство – самое то. Если у вас слишком много места, примерьте на размер меньше, но удостоверьтесь, что в этой области сидит правильно. Дальше мы посмотрим на длину куртки. Опустите руки и выпрямите руки перед собой. Если едете на мотоцикле, рукава не должны залазить слишком высоко. И определенно не должны полностью закрывать кисть, когда руки опущены. Теперь поговорим о компромиссах, потому что найти куртку с витрины, которая будет отлично сидеть, сложно. Вы можете найти компромисс. Может быть, она будет немного длинной в рукавах или торсе. Немного тесновато в груди или в области живота. Вы можете выйти в интернет и найти портного, кто сможет подогнать ее под вас по всем параметрам. Плечи – это самое сложное место для работы. Поэтому купите пиджак, который изначально по плечам. Грудь просто перекроить по шву, рукава тоже. Поймите, что такая куртка обойдется намного дороже, потому что используется специальное оборудование для кожи, из которой она сделана. Второй совет. Поговорим о силуэте. Силуэт – это не то же самое, что и посадка. Силуэт – это как вы воспринимаетесь на расстоянии в общей форме. Куртка придает форму вашему телу. Зачем вам нужна куртка? Улучшить ваш мужественный вид. Тогда нужно прибавить в плечах и груди, уменьшить талию, сделать ваши руки пропорциональными. Вот почему посадка так важна. Отлично сидящий пиджак с этим справится. Чудная штука с кожаными куртками, в особенности с мотокуртками, они часто имеют набивку, в том числе и на руках, и в плечах, что делает вас больше. Вы выглядите сильнее, выше. Все эти вещи делают вас более привлекательным. Кроме того, если она хорошо сидит на талии, и не слишком длинная, это плюс к ягодицам. Итак, небольшие вещи, как эти, влияют на ваш силуэт, делают вас более привлекательным, и поэтому обращайте на них внимание. Последний, третий совет, материал и пошив. Я рассказываю больше деталей здесь, в статье. Я очень быстро пробегусь по ним, потому что много нужно рассказать. Здесь закладывается большая часть цены, и разница между курткой за 200 баксов и 2000 долларов. Само собой, сделана на совести и с качественной кожей. В зависимости от типа кожи, цена поднимается. Их господа, страна-производитель, не индикатор качества, потому что я могу назвать отличного ремесленника в Мексике, в Пакистане. Если скажут, что сделано в США, это не означает, что это лучшая кожаная куртка. Но зато ценник может быть выше. От страны производителя часто зависит цена, но не всегда зависит качество. Ладно, господа, поговорим о коже. В первую очередь, от нее зависит цена. Вы должны подумать о двух вещах. Глядя на нее, что это за животное, и какого качества у вас кожа. Сначала поговорим о животном. Начну от наиболее распространенных до наименее. Коровья или бычья кожа. Увидите достаточно часто. Это классика. Однако, сразу за ним ягненок. Эта кожа становится все более популярной, скорее потому, что она очень мягкая и более доступна. Следом идет козья, затем лошадиная, оленья, свиная и иногда бизона. У каждой есть свои преимущества. Теперь поговорим про отрезки кожи. Есть три самых популярных определения, которые вы встретите независимо от области. Фулл грейн, топ грейн, а также дженуэн лезер. Поймите разницу. Отличная таблица прямо перед вами. Обратите внимание, фулл грейн это здесь вверху, преимущественно зернистый слой. Дженуэн, наоборот, содержит все остальные слои. А топ грейн уже смешанный вид. Поэтому фулл грейн самая высокая цена. Дело в том, что берется кожа животного, например, коровы, после чего проводит ее обработку на кожу разной стоимости. Самые дорогие куртки делают из лучших отрезков кожи. Обычно без потертостей, следовательно, еще повышается ценник. Когда дело доходит до топ грейн, также сможете найти отличную куртку, однако вырез идет немного ниже и зачастую не лучшего качества. Будьте внимательны. Наконец, дженуэн лезер. Большая составляющая это дерма. Поймите, что эта кожа очень хорошего качества. Как факт, замша взяла здесь начало. Однако очень много фабрик, которые используют различные химикаты, чтобы поработать над качеством. Возможно, даже наносят пластиковое покрытие. Так что будьте очень осторожны. Наконец, друзья, я хочу поговорить об искусственной коже. Я не рекомендую ее. Она не стоит того, чтобы ее носить. Она напрочь сделана из химикатов. Это не лучший выбор. Держитесь от нее подальше. А теперь разберем некоторые детали пошива. Посмотрите, чтобы молния ездила легко, чтобы держалась крепко. Присмотритесь к материалу, к маленьким деталям, как некоторые компании подрезают углы. Посмотрите на прошивку стыков. У меня прошита полностью. Не забудьте обратить внимание на условия возврата, когда покупаете кортку. Особенно дороже 500 долларов. Потому что прошивка здесь может начать расходиться после месяца или двух. У вас должна быть возможность вернуть назад. Это нужно предугадать. Следом, посмотрите внутрь на подкладку. Подкладка должна состоять из двух частей и использоваться, например, Бемберг, чтобы она дышала. Должна быть отдельная подкладка для тела и для рукавов. Если она будет слитная, ее не сдвинешь. Ладно, друзья. На этом все. Прочтите статью. Я изложил больше деталей там. Кроме того, там классный код на скидку. Если решитесь заглянуть в Джей Эль Роха и прикупить себе куртку. Что мне нравится, они предоставляют 24 модели на выбор всех стилей. Если вы решили покупать, поторопитесь, потому что они разлетаются достаточно быстро. Хорошая компания. Я ношу их куртку. Она удобная. Я получаю комплименты от девушек. Перейдем ко второй истории. Я путешествовал по США, проехал около 48 штатов на мотоцикле, наслаждался жизнью перед месяцем в корпусе морской пехоты и в национальном парке Йеллоустоуна я поставил свой байк. И девушка, достаточно привлекательная, подошла ко мне и сказала «Вау, классный байк!» Ну, я сказал «Спасибо». Она посмотрела на меня. Я был одет в кожаный костюм. Был в лучшей форме в своей жизни. И она сказала «Обалдеть, да ты выглядишь охуительно!» Друзья, я потерял дар речи. И я не знал, что сказать. Хотелось позвать оркестр, потому что было всего два раза в моей жизни, когда девушки подкатили ко мне подобным образом и сказали подобного рода комплименты. И все, когда я был в коже. Итак, это того стоит, господа. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!